МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Итоги недели в эфире на Ультского телевидения. В студии Альфред Валяхметов. Здравствуйте. Торжественное мероприятие, приуроченное ко Дню Защитника Отечества, состоялось 21 февраля в Межпоселенческом культурно-досуговом центре. На праздник были приглашены ветераны войны и труда, труженики тыла, почетные граждане Яновольского района. Им глава районной администрации Ильшат Базегатов вручил юбилейные медали. Хорошее настроение в преддверии праздника подарили артисты художественной самодеятельности. Большой репортаж с торжественного вечера смотрите в нашей следующей передаче. Уже стали традиционными выездные встречи главы администрации района, делегации из представителей всех основных структур района с янаульскими студентами, обучающимися в столице нашей республики. Однако в этот раз представители администрации решили расширить географию мест посещения, встретившись со студентами-земляками, обучающимися в Утмуртской столице. Торжественное мероприятие прошло в Доме дружбы народов в Ижевске 20 февраля. Ребята узнали о достижениях и проблемах района, о проектах, что реализуются в настоящее время. Первым перед участниками встречи выступил глава администрации района Эльшат Вазигат. Не является секретом то, что на сегодняшний день демографический отток из нашего района в течение последних 7-8 лет, он существенен. Ежегодно мы теряем минус 300-500 человек. Демографический отток на сегодняшний день в районе проживает всего 43,5 тысячи населения, из них 25 тысяч с небольшим в городе и в 18 сельских поселениях чуть больше 18 тысяч. Вы, ребята, конечно же, выбрали место учебы. Где-то кто-то давно мечтал, где-то кто-то смог. Вот сюда с дальнейшим развитием имеется в виду, кто-то в СУЗы пошел, кто-то в СУЗы, кто-то с прицелом дальше имеет и аспиратуру, кто-то мечтает жить в мегаполисе для того, чтобы развиваться дальше в научной сфере, в культурной сфере. Но я бы сказал, что Янаольский район, он очень привлекателен для тех людей, которые мечтают жить спокойно, но при этом прогрессивно, хорошо. Своими воспоминаниями о студенческой жизни поделился глава администрации Ленинского района города Ижевска Рамиль Гайнулин. Я вообще когда учился в институте, думал, вообще работать это легко же. Там, в принципе, 8, пришел в 5, закончилась работа, ушел домой. Студенту сложно, здесь надо учиться, ходить на занятия, надо писать курсовые, сдавать экзамены. Вот это сложно. А работать, в принципе, деньги платят, да и ладно, там, в принципе, здорово, нормально. Ну, придя на работу, я, конечно, понял, что глубоко ошибался. И студенчество – это такая веселая, добрая пора, когда можно не только учиться, но еще и общаться здорово, там, какое-то время проводить. На работе нужно отдавать себя, действительно, всего себя, не жалеть. Если вы будете подходить, если у вас будет подход такой, что утром пришел, 8-5 ушел и все на этом, нет. Если вы хотите чего-то достичь, если вы хотите стать, действительно, людьми, за которыми стоят большие коллективы, вам необходимо очень много трудиться. О мерах поддержки, желающим вернуться, работать на родину, а также о том, в каких специалистах нуждается наш муниципалитет, студентам рассказали представители управления образования, здравоохранения, специалисты района администрации. Встреча прошла в формате открытого диалога, позволяя свободное общение по актуальным вопросам как для администрации района, так и для студентов. Я обучаюсь в Ижевске, в Удмуртском государственном университете на втором курсе. Мне данная встреча очень понравилась, принесла очень много позитивных мыслей и хорошего времени про рождения. Ну, по возможности, можно было бы возвратиться, как бы, в Удмуртский район, но это ближе к концу обучения. Выездное мероприятие, встреча со студентами по поручению главы республики Раде Фаритовича впервые сегодня состоялось в городе Ижевске с нашими земляками-студентами. В целом, встреча мне понравилась и на самом деле очень было приятно смотреть на заинтересованные глаза, лица наших студентов, которые о своем же районе, о своем городе вновь из уст наших специалистов услышали о развитии, о планах, о проблемах и, конечно же, о возможности развиваться на нашей территории, в дальнейшей своей судьбе, то есть строить свою дальнейшую судьбу в связи с родиной, с малой родиной. Надеюсь, эффект нашей встречи даст в ближайшие годы и эта встреча будет неоднократной, хотелось, чтобы встречи были традиционными и, конечно же, Ижевск – это первый город, куда мы выехали. Следующие встречи нас ожидают в Екатеринбурге, в Казани, в Москве. Для всех участников встречи был подготовлен праздничный концерт. Артисты посвятили свое выступление одному из самых позитивных и увлекательных периодов жизни – студенчеству. Гульнара Сиддикова, Артур Мухаммедшин, служба новостей Енаульского телевидения. Гульнара Сиддикова, Артур Мухаммедшин, служба новостей Енаульского телевидения. Видеоконференция заседания комиссии Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности прошла в администрации района 20 февраля. На заседание были приглашены главы сельских поселений, представители ответственных ведомств и руководители предприятий и учреждений района. Среди рассмотренных вопросов – меры профилактики гибели людей на пожарах, состояние защиты населения при возникновении чрезвычайных ситуаций, утверждение плана проведения на территории Республики профилактической операции «Жилище». Очередное занятие творческого клуба «Золотые руки», созданного на средства Фонда президентских грантов Российской Федерации, прошло в Центре социального обслуживания населения «Альтаир» 17 февраля. С начала этого года мастерицы клуба осваивают новую для себя технику рукоделия, создавая картины в формате 5D. Давайте вспомним немножко, что же такое у нас алмазная мозаика. О том, что представляет из себя техника рукоделия алмазная мозаика, участницам клуба рассказала педагог дополнительного образования Дома пионеров и школьников Оксана Хусаенова. Она же обучает мастериц правилам выполнения работы и делится маленькими секретами, чтобы будущие картины стали еще лучше и краше. Что требуется? Ну, это обязательно там инструкция идет в наборе, идут инструменты, которые предназначены для изготовления алмазной вышивки. И обязательно клеевой слой идет, к которому надо относиться очень аккуратно, бережно, потому что картина складывается постепенно. Можно выбрать для себя удобную или горизонтальную выкладку, или вертикальную выкладку. Но при этом слой должен сохраняться клеевым, поэтому его сразу открывать нельзя. Вот это очень важно знать, когда вы начинаете работать с алмазной мозаикой, поэтому это очень важно. Техника алмазной вышивки или алмазной мозаики требует терпения, внимательности и аккуратности. Как признаются участницы клуба, первоначально было немного страшно начинать процесс. Казалось, что это сложные детали слишком мелкие. Однако практика показала, что каждый из них успешно справляется. И в их руках постепенно расцветают, переливаясь всеми цветами радуги, картины и страз. Я начала ходить на этот буржок по объявлению в музеях. Ходим уже с сентября месяц. Поэтому это у нас уже вторая, третья работа. Поэтому работа мне нравится. Делать, конечно, тяжеловато. Так глаза устали, но так как, когда на картинке рисуется твоя работа, то, конечно, она становится интересной. Она завлекает человека. Я хожу просто... Во-первых, мы узнаем, как это делается. Потом ты видишь свой труд. Вот это вот интересно. Когда вот это получается, твоя работа, и она тебе самой нравится. Мне нравится девочкам. И ходишь у каждого свой рисунок. Поэтому ходишь и смотришь, у кого как получается. Ну, какое-то познание получается. Настроение поднимается от того, что ты можешь что-то сделать. Поэтому мы сюда вот ходим. Интересно. И, во-первых, еще общение с девушкой. Ходят девушки, здесь общаешься, узнаешь. Кто-то, что-то еще думает интересное делать, помимо того, что мы здесь делаем. Кто-то вот начинает делать картину здесь, а потом покупаешь в магазине и делаешь игру для себя. И из нее делаете брону. И управляются. А потом смотришь девушке, еще другим этим занимаются. У каждого. Вот это цветок. Это все интересное просто. Заниматься алмазной мозаикой участницы будут до конца марта. За это время каждая успеет закончить свою работу, которая может стать украшением любого интерьера. После чего их ждут занятия уже по следующему направлению творчества – скраббукингу. Гульнара Сиддикова, Нил Сафин, служба новостей Янаульского телевидения. Апробация единого государственного экзамена по английскому языку прошла в гимназии имени Муксинова 20 февраля. Перед началом практической части школьники прослушали обязательные требования и правила поведения во время экзамена. Им вновь напомнили о том, как правильно заполнять бланки и о порядке проведения экзамена. В данном экзамене участвуют 12 обучающихся, которые выбрали данный предмет на основной период единого государственного экзамена. Сегодня идет апробация технологии печати и всей процедуры проведения единого государственного экзамена. Турнир «Маленьких рыцарей» – спортивное состязание под таким названием прошло в физкультурно-оздоровительном комплексе «Юность» 19 февраля. Участниками соревнования стали дети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды, сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей в возрасте от 6 до 14 лет. Маленькие янаульцы с удовольствием приняли участие в турнире. Выступление юных танцоров творческих коллективов нашего района стало началом торжественной части открытия турнира. Перед участниками соревнований выступил глава администрации района Ильшат Вазегатов. Он отметил, что состязание такого плана в нашем районе проходит впервые и надеется, что их проведение станет традиционным. Наш сегодняшний турнир «Маленькие янцы» посвящен празднованию Дня защитника Отечества. Конечно же, День защитника Отечества здесь понятие емко. И мы, взрослые, всегда восхищаемся вашим мужеством. Мужеством от тем, как вы работаете над собой. Как вы умеете преодолевать трудности на жизненном пути. Во время проведенной разминки ребята разогрелись и подготовились к началу практической части. Турнир проходил в игровой форме. Маленьким рыцарям предстояло преодолеть несколько этапов, чтобы спасти заколдованную принцессу. Все ребята постарались продемонстрировать свои навыки, а также просто получили заряд положительных эмоций от участия в играх. Здесь весело, много интересных игроков. Радостные мышления. Здесь, как по мне, легко. На мой возраст, мне кажется, так. Мне интересно, но если бы было чуть-чуть посложнее, то, мне кажется, было бы интереснее. Более-менее народу много. Это радует. Команда хорошая. Все можем сделать. Успеваем все. Каждый этап раскрывал скорость, ловкость и эрудицию мальчишек. Среди заданий было собрать пазл, пройти полосу препятствий, проявить слаженность действий в эстафете. В турнире участвовало более ста участников из детских садов и школ нашего района. Инициатива ради Фаридча поддержана и на улицах. Радует то, что на сегодняшнем мероприятии, хотя она и впервые проходит на территории нашего района, прибыло много детей и родителей. Дети здесь особенные, у которых есть проблемы, конечно, со здоровьем. Но они молодцы, они борются с проблемами, работают над собой. Как я уже сказал, данное мероприятие направлено для того, чтобы наши дети с проблемами здоровья чувствовали себя уверенно в обществе, приобретали навыки для общения с ровесниками, и с людьми, и с детьми, которые имеют такие же проблемы, у некоторых другие. Но поражает тот факт, что дети, имея проблемы с болью, сегодня улыбаются, соревнуются, радуются тому, что здесь происходит в зале. ФОК у нас позволяет проводить отличные мероприятия. Есть зрительские места, есть бассейн, куда я призвал заниматься вместе с родителями, детей. Мы продумаем еще очередность или периодичность проведения таких турниров рыцарских. Общими усилиями всех юных участников турнира принцесса была спасена, а в благодарность за свое спасение она вручила сладкие подарки маленьким рыцарям. Гульнара Сиддикова, Нил Сафин, Служба новостей, Янаульского телевидения. В преддверии Дня защитника Отечества воспитанники подготовительных групп детского сада «Колокольчик» окунулись в атмосферу военно-патриотической игры «Зарница». Вместе с родителями они смогли проверить свои силу, ловкость и выносливость. По заданию конкурса им необходимо было преодолеть несколько этапов. Среди задач, требующих решения, были на меткость в стрельбе, поиски спрятанного, ответы на вопросы по военной тематике и эстафета. Ребята активно поддерживали своих товарищей. Каждый из участников игры стремился к победе. А юные воспитанники сада получили возможность ощутить себя почти солдатами. Мы объявили военное положение и детский сад считать военным гарнизоном, а детей юными бойцами. На сегодняшнем мероприятии участвуют три подготовительные группы вместе с папами. Детям вручается маршрутный лист, где указываются названия станции, места их расположения и последовательность выполнения маршрута. На каждом этапе стоят инструкторы. Они объясняли задания, выполняли дети. И после выполнения всех заданий дети получили карточки с буквами. В итоге они должны собрать слово «Спасибо деду за победу», потому что мы это мероприятие приручили к 75-летию победы. Участники социального проекта «Включите свет» посвятили очередное занятие «Дню защитника Отечества» и 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Началом занятия стала игра «Викторина». Большинство вопросов, адресованных зрителям, касались событий Великой Отечественной войны. Успешные ответы участников отразили хорошее знание истории нашей страны. Продолжение «Викторины» стало практической частью, где представителям сильной половины предложили поучаствовать в конкурсных заданиях. Среди них было приготовление кулинарного блюда и преодоление полосы препятствий. Для участников встречи артисты творческих коллективов подготовили музыкальные выступления, со сцены прозвучали вокальные композиции и были показаны танцевальные номера. Зрители внимательно смотрели концерт. Интересным для участников проекта стало выступление волонтера Татьяны Ведерниковой. Она рассказала о собаках-поводырях и продемонстрировала навыки своего четырехногого помощника. Когда я держусь за шлейку, он, командир, он меня ведет. Мы выходим, я за шлейку, ему говорю, «Володин, все». И он меня останавливает уже около ступенек этого магазина. Если идем за молоком, я ему говорю, «За молоком». Он ведет за молоком. Идем за молоком. Если по пути, пока мы идем, у меня что-то упало, я его даже не прошу, он мне все поднимет, что у меня упало, и даст. Даже если 10 копеек упало, он поднимет и мне даст руки. Как надеются организаторы проекта, полученная информация станет полезной для людей с ограниченными возможностями здоровья. А их общение друг с другом станет плотнее. Очень много уже мероприятий прошло в рамках реализации проекта. Это мастер-класс, настольные игры. И вот на очередное мероприятие наше отрадно отметить, что приехали и из города Нефтекамск. Это слабовидящие и незрящие. Они являются членами общества слепых города Нефтекамска, куда входит и Янаульский район. Приятно отметить, что у нас налажен тесный контакт с городом Нефтекамск. Жанна Павловна Запольских, она председатель общества слепых. Она постоянно приезжает и учит наших участников обучению шрифтом Брайля. Ну и естественно, раз предстоящий праздник, мы пригласили и ребят, и старшеклассников из коррекционной школы, интернат. И участвовали в основном наши активные, самые активные участники этого проекта. Осталось уже буквально 4 месяца до завершения этого проекта. Я думаю, основную идею мы все-таки сумели реализовать. Реализовать эта идея, чтобы именно слабовидящие, незрящие не сидели дома. Потому что у них очень мало контактов, во-первых, с людьми, в связи с тем, что они не могут одни выходить из дома. И нет мобильности. И вот игра, вот эти настольные игры, во-первых, им помогает развивать координацию движений, моторику развивает. И естественно, общение, главное общение с людьми своего круга и еще с другими людьми, тоже ограниченными возможностями здоровья. И с нашими читателями, читателями центральной районной библиотеки. Ведь они приходят, некоторые в основном даже для общения. Есть вот категория наших участников, которые приходят чуть ли не каждый день именно посидеть, пообщаться и провести вот таким образом свой досок. Я поэтому очень уверена, что мы все делаем правильно. И другое еще хотелось бы сказать. Хотя и мы завершаем в июне месяц реализацию этого проекта, работа на этом не будет завершена, потому что волонтеры, работники центральной библиотеки совместно с Советом Женщин будут продолжать эту работу. Потому что работа эта не одного дня и не одного года. То, что я еще хотела сказать, уже участники нашей, например, настольный теннис, шаудаун у нас есть, да, основная идея была именно научить игре вот этого настольному теннису, шаудаун, глухов Владислав. Уже он и не только научился, он теперь уже учит других ребят. Ездил даже в город Туфу уже на соревнования и на тренер, мастер-классы ездил в город Старли-Тамак. И мы надеемся, в дальнейшем уже он сам будет учить других своих, допустим, друзей, кто захочет учиться этой игре настольный теннис-шаудаун. После чего участники проекта и все желающие смогли посоревноваться друг с другом, как в разнообразных настольных играх, предметы которых созданы специально для удобного использования людьми с ограниченными возможностями здоровья, так и в настольный теннис-шоудаун. Гульнара Сиддикова, Евгений Сайгин, Служба новостей, Юна Ульского телевидения. Таковы события уходящей недели. Впереди нас ждут выходные дни. Проведите их с пользой. 23 февраля ожидается пасмурная погода без осадков. Ветер южный 4,6 метров в секунду. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха ночью минус 3, минус 5, днем минус 1, минус 3 градуса. По данным МЧС в республике ожидается облачная погода с прояснением местами небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер южный, юго-восточный 0,5 метров в секунду. Порывы 9,14 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 5, минус 10. При прояснениях минус 12, минус 17, днем от 0 до минус 5 градусов. Продолжение следует... Здесь все будет, и кто ничего не забыл... Завтра! Завтра у меня не тратить я! Хотите оригинально поздравить своих близких, родных и друзей? Мы можем сделать... Любое поздравление... По вашему желанию! Поздравление на дни рождения! Юбилеи свадьбы! Воплощаем любые идеи! Вам надо всего лишь позвонить по номеру 52871. Играет музыка! Субтитры создавал DimaTorzok